я надеюсь что она будет для нас для вас очень полезно но во всяком случае я постараюсь все для этого сделать вот слава богу у меня есть чем поделиться зовут меня валерий вантер я профессиональный нумеролог тема которой сегодня мы с вами будем разбирать это как можно использовать о по то я открыл как можно использовать нумерологию для того чтобы разобраться в отношении так сейчас секундочку я а все нормально да то есть я думаю что это не так не то презентация психология для женского счастья счастья почему меня эта тема очень-очень-очень волнует так что-то я есть немножко а я наверно не ту презентацию запустил я прошу меня извинить не ту презентацию так вот секундочку просто сверху я у меня боялся сверху была презентации сейчас всем хорошо если всем хорошо видно поставки десятку чат должно быть написано психоматрица для женского счастья оставьте пожалуйста десятку чат если все видно хорошо и слышно отлично почему меня эта тема очень-очень сильно волнувало да вот есть такое интересное выражение женщина должна быть счастлива иначе она сделает несчастную всех окружающих и вот мы готовимся 18 числа к выборам вот если бы мне предложили стать президентом российской федерации то у меня уже давным-давно лет наверно 5 готова такая национальная идея россии больше счастливых женщин вот если вам нравится такая национальная идея но не только россия на вообще в страны снг вот я вижу здесь очень много людей из белару из украины а вот пожалуйста поставьте десятку в чат если вам не нравится поставьте пожалуйста 0 а тем более что у нас есть мужчины дмитрий михаил не интересно вот как дмитрий михаил на это отреагирует потому что у меня это национальная идея быстро дна и вот я в нее вкладываю очень глубокий мысль мысль смысл поверьте мне это вот не просто так не просто так вот ну если надо я конечно видео могу включить это не проблема просто надежда начала без видео и я тоже начал визит на вот и так для кого сегодняшний наш вебинар а вот но это четыре таких категории людей женщин да то есть я одинокого у меня нет мужчины я в отношениях которые меня не устраивают вот я в отношениях которые мне не устраивают но хочу расстаться и я одинок и плохо себя чувствую после очередного разрыва это это как правило самые распространенные проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной я сегодня не предполагаю не не предложу вам какую-то волшебную таблетку волшебную палочку до чтобы раз и проблема была решена но я сегодня постараюсь вам рассказать о сути проблемы между мужчиной и женщиной вот я надеюсь это поможет вам разобраться ваших отношениях ну и если вы довольны своими отношениями но у вас есть родные и близкие подруги а вот дочери сёстры да а вот бабушки на воду которые мы хотели вот эти четыре проблемы решить а вот это тоже сегодняшняя сегодняшняя встреча для вас будет полезно но если же у вас есть какие-то вопросы на которые вы хотите получить вот ответ прям индивидуально а вот ну как индивидуально то есть вот прям на сегодняшней встрече то я попрошу вас эти вопросы написать в чат чтобы я мог учесть ваши запросы прямо сегодня и постараюсь вам в конце ответить более того да кто сегодня будет с нами до конца до до конца нашей встречи я постараюсь сделать такую экспресс диагностику да то есть по вашей дате рождения если останутся у нас время вот и постараюсь показать вам на что нужно обратить внимание для того чтобы ваши отношения улучшились ваши личные отношения улучшились в нашей сегодня нашей встречи сегодня принимают участие мужчины поэтому я вот хочу вас попросить такими аплодисментами да их поприветствовать потому что я сам очень много интересуюсь проблем и отношения между мужчинами и женщинами смотрит маг читаю книги для женщин досмотрю курсы для женщин вот единственно что даже тренингах участвую для женщин вот для того чтобы все таки проверить свои какие-то выводы свой какой-то опыт и мне честно говоря это очень сильно помогает разобраться поэтому те мужчины которые сегодня участвуют я вас сегодня приветствую и честно вам скажу честно скажу да что я думаю что сегодняшняя встреча будет тоже для вас очень полезны для кого сегодня будет встреча бесполезно и вот но это люди которые которых называют во все времена фаталистами да вот я думаю что вы слышали такие высказывания если вы слышали поставьте пожалуйста пятерку в чат это судьба ничего нельзя сделать это сквозь порча наказания божья да нужно какое-то пол колдовство применить да то есть найти какую-то там бабушку старушку вот все нормально все нормальные мужчины уже заняты и мне просто не привезло вот отношения либо получается либо не получается и ничего не поделаешь вот и наконец женщины несут ответственность за отношения в семье поэтому сама виновата вот если вы относитесь к одной из этих категорий в это верите свято я ничего против не ничего против не имею а я естественно сегодня же конечно вам но ничем сегодня я вам помочь не могу вам вы имеете право на такую точку зрения и ради бога а мы сегодня с помощью нумерологии будем разбирать да а как анализировать отношения что можно с помощью народе может помочь поэтому пожалуйста сукла на наберитесь терпения а я задам вопрос то уже был на моих вебинарах поставьте пожалуйста десятку в чат то меня уже слышал хотя я уже где-то второй год не выступаю а вот я работаю в основном индивидуально если вы первый раз сегодня меня слышите поставьте пожалуйста 0 но если слышали про меня где-то но на мы с вами не встречаясь поставьте пожалуйста тройку и так пятерку если вы уже были видели мои вебинары мои были со мной встречались со мной а вот тройку если слышали просто про меня и нолик если первый раз сегодня вам не слышите ну вот оксана да очень приятно дмитрий не слышал очень приятно познакомиться она слышала светлана ну значит я все-таки найду начну издалека вот очень много людей которые первый раз меня слышат вот и вообще не про меня ничего не слышали поэтому пожалуйста те кто уже знакомы с моими идеями вот я попрошу вас набраться немножко терпения и так зачем мне это нужно и откуда у меня возник такой интерес у мужчины к проблемам отношений между мужчиной и женщиной старше у меня дочь вот и однажды она когда заканчивала школа она пришла ко мне и сказала а вот пап я хочу поступить в пед институт я конечно был очень сильно недоволен очень сильно недоволен этим я считал что после пед института учителя ничего не зарабатывают вот и мы очень сильно поругались ну закончилось это конечно тем что мы помирились да я сказал ну дочь от твоя жизнь как хочешь так и живи но вот с тех пор у меня возник вопрос я хочу этот вопрос вам задать вот есть нормальная позиция женщины выйду замуж пусть меня муж содержит вот кто согласен с этой точкой зрения поставьте пожалуйста десятку в чат кто с этим не согласен поставьте пожалуйста единицу и так нормальная позиция точка зрения женщины выйду замуж пусть меня муж содержит если вы согласны с этим поставьте десятку чат есть не согласны поставки ну и одиночки до десятки ваше мнение да здесь может быть пятерка тройка выйду замуж пусть меня муж кормит светлана не согласна анна 50 на 50 пожалуйста участвуйте сразу вам скажу да что чем активнее вы будете участвовать в чате да тем больше вы получите пользу 50 на 50 ну есть такое поколение вот светлана почти согласна вот она светлана для вас вступительная часть будет очень 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 полезной еще у нас много участников вот мне бы хотелось знать вашу точку зрения выйду замуж пусть меня муж кормит наталья почти не согласна как говорится мужчина должен обеспечивать семью вот ирина я сейчас не говорю плохая это точка зрения или хорошая точка зрения я сейчас просто спрашиваю ваше мнение на согласны вы или не согласны с этим вот и вот этот вопрос да который задала мне моя дочь она вот за этот вопрос застрял в моем сознании да я начал искать на него ответ но вот здесь на фотографии она все-таки закончила университет по специальности филология да вот она выкуснице я когда начал раздумывать на эту тему я вспомнил одну интересную ситуацию это дело было в моем детстве мне я был я был в седьмом классе вот и меня как пионер вожатого послали детский лагерь до влаги для вожаток вот их со сложилась такая ситуация что в этом лагере было 25 в этом в этом отряде которым я участвовал было на 25 девочек и один я один против двадцати пяти но представляете себе мальчик до в седьмом классе вот девочки которые были в нашем отряде вот они примерно вот так вот выглядели я специально фотографию нашел вот как специально да вот пример вот такие у нас были девочки в нашем отряде и вот такой был мальчик семиклассный так вот первое время они меня полностью игнорировали да то есть они могли задрать юбку да там надевать колготки показывать там друг дружке бюстгальтер да вот не стеснялись в словах но имеется ввиду какие-то женские темы да там про прокладки там и так далее так далее я конечно не знал что делать а вот и потом чисто интуитивно чисто интуитивно а вот однажды когда девочка показывал свою новую колготки вот я подошел схватил ее замоку да и стал смотреть покажи-ка а выше еще можешь показать она завизжала заверещала вот и после этого как отрезала да то есть девочки начали с моей точки зрения правильно относиться ко мне до перестала вот такие вот такие все события да там когда при мне там могли раздеться ну как это не раздеться оголиться да вот это вот это все на прекратилось вот такой интересный момент вот этот я момент вспомнил и у меня родилась такая гипотеза у меня родилась такая гипотеза да что отношения то есть вот женщина да существует только тогда когда есть рядом мужчин мужчина существует только тогда когда есть рядом женщин если в группе женщин да нет мужчины то это люди женского пола да как бы но женщин там нет То же самое мы можем говорить про мужчину. У меня была такая история, у нас был такой мужской семинар, мужской тренинг, это было все за городом, собрались только мужчины, у нас было где-то порядка 20 мужчин. И я заметил очень интересную вещь. Я заметил, что когда приходила повар, повариха готовить нам завтрак, обед и ужин, поведение этих участников менялось. Вот такая вот гипотеза. Почему это очень важно? Ну, с моей точки зрения, когда мы рассматриваем мужские и женские отношения, особенно с точки зрения мужчина должен обеспечивать семью, возникает вопрос, а если женщина сама себя обеспечивает, что должен мужчина? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот Ирина написала, что мужчина должен обеспечивать семью, если женщина сама себя может обеспечивать. Вот я таких женщин называю сильными. Я в Новосибирске где-то примерно в течение года у меня была такая работа, я встречался с руководителем малого бизнеса. Если для вас это секрет, то я могу его открыть. 60-70% руководителей малого бизнеса это женщины. Они неплохо зарабатывали в Новосибирске, а я с ними вел переговоры. Вот когда я встречался, когда у нас были такие хорошие отношения, доверительные отношения, я вот этот вопрос спрашивал. Вот вы не имеете материальных никаких затруднений. У вас нет материальных проблем. Зачем вам мужчину? Напишите, пожалуйста, в чат. Если женщина сама себя может обеспечить, таких женщин с каждым днем все больше и больше, зачем нужен мужчина? Минимум базовые потребности семьи. А Алла, смотрите, женщина может обеспечить свои потребности и потребности своих детей. Не только базовые, а даже сверхбазовые. Тогда зачем нужен мужчина? Напишите, пожалуйста, в чат. Как вы считаете? Мне интересно мнение Светланы Вагнер. Светлана Вагнер, напишите, пожалуйста. Никто никому ничего не должен. Анна, смотрите, мы сейчас не с точки зрения должен или не должен. Ну просто, мне интересен ваш ответ на вот этот вопрос. Если женщина себя может материально обеспечивать, зачем нужен мужчина? Любить, понимать. Мужчина должен ее развлекать. Мне кажется, Максим Галкин, да, трудно с Максимом Галкиным конкурировать, да, чтобы развлекать женщину. Взаимный интерес жизни. Как по мне, так подстраховать женщину в бизнесе и зарабатывать еще больше. Вот Ирина так считает. А если есть огромная подушка безопасности? Ну то есть нет материальных проблем. Не надо никого подстраховывать. Любить, понимать. Ну, Светлана, смотрите, любить, понимать, да, но у нас, например, есть отец, да, он может любить и понимать свою дочь. А мы сейчас говорим про мужчину, да, который вот в личные отношения. Зачем нужен мужчина? Для гармонии. Вот, Светлана, да, для гармонии. А что в вашем понимании эта гармония значит? Для гармонии. Что это значит? Что женщина получает? Защита бизнеса. Вот, Надежда. Ага, ну, для защиты бизнеса вообще в нормальной стране существуют силовые ведомства. В такой модели семьи получается два добытчика для семьи. Ну, Оксана, смотрите, вопрос стоит не о том, кто добытчик, кто не добытчик, да. А мы сейчас рассматриваем личные отношения, да. Материальных проблем не имеет женщина. Зачем нужен мужчина? Друг, помощник с детьми. Ну, смотрите, я очень отношусь скептически, да, к помощникам. Семьи для детей, да, помощник с детьми. Вот, потому что, мне кажется, с детьми должен работать самый квалифицированный, да, как бы человек, который есть в окружении. Согласен, никто ничему никому не должен, некорректно выразила мысль, я сама себе обеспечивала почти до 40 лет. Мужчина мне нужен был не для денег. Алла, для чего? Если интересно ответить вам ответ на этот вопрос, мой ответ на этот вопрос, поставьте, пожалуйста, десятку в час. Если мне интересно, поставьте, пожалуйста, единичку. Для любви и опоры, полноценность жизни. Вот, наверное. Если женщина сама себя обеспечивает, чаще всего мужчина чувствует себя ненужным. Светлана. Интересно. Я очень рад. Я очень рад. Итак, моя точка зрения. Но для этого сначала давайте мы с вами разберем, а что ж такое мужчина, что такое женщина. Если мы возьмем род такой, да, человеческий, да, такой, ну, никто, я думаю, что вы не будете отрицать, что это все-таки у нас есть животное начало, вот, тогда надо иметь в виду, да, что в человеческом роду, да, как бы самцы называются мужчинами, да, как бы, а женщины называются, осанки называются женщины. Вот я сейчас ни в коем случае не претендую на истину в последней станции. Я хочу просто вам попытаться вот такую мысль рассказать, да, что если мы ищем разницу, да, как ответ на вопрос, зачем нужен мужчина, да, то нужно посмотреть биологическую природу женщины, да, и биологическую природу человека. Вот, и если мы с этой точки зрения посмотрим на отношения между мужчиной и женщиной, то мы можем там выделить очень интересную вещь, да, что все действия человека делятся на три части, да, то есть это поведение, осознанные действия, это шаблоны поведения, действия неосознанные, которые мы совершаем автоматически, и это инстинкты. Вот инстинктами я называю действия, которые человек не может не совершать. Да, вот он не может, если человеку пальцем вклазкнуть, он как раз, он моргнет обязательно. Так вот, с моей точки зрения, да, ответ на вопрос, зачем мужчинам нужен женщине, нужно искать в инстинктах. А что такое инстинкт? Действия, которые человек не может не совершать, да, это подобно тому, если мы молоточком ударим по коленку, коленка обязательно дернется, да, вот, и с этим ничего невозможно поделать. Поэтому, если мужчина и женщина отличаются друг от друга в инстинктах, с этим ничего невозможно, и с этим ничего невозможно поделать. Если это так, попробуйте ответить на вопрос, а какой у женщин основной инстинкт? Вот у нас тут большинство женщин, пожалуйста, напишите с вашей точки зрения, какой основной женский инстинкт? Если вы знаете ответ на этот вопрос, пишите его. Если кто-то уже был, пишите. Какое основное, какое действие не может не совершать женщина? Материнский, ответ неправильный. Продолжение рода, ответ неправильный. Это миф, нет никакого материнского инстинкта. Сохранение рода есть, продолжение рода нет. Вот есть инстинкт сохранения рода. Поэтому женщина ради ребенка может своей жизнью пожертвовать. Но материнского инстинкта нет. Можете прочитать на эту тему научные труды. И сейчас, кстати, в мире развивается бурное движение free child. То есть, женщина свободная от детей. Создание очага. Но если мы говорим про инстинкты, какой же там очаг? Вот живут они в лесу. Мужчина и женщина, голый. Какой там очаг? Еще есть какие-то варианты? Давайте, набрасывайте, набрасывайте. Какой же основной? Что каждой женщине хочется сделать? Защита ребенка. Ну нет ребенка. Что это не женщина она что ли? Хищница, Светлана, очень оригинально. На кого охотится хищница, женщина? Ну, какой? Есть какие-то варианты? Самосохранение. Людмила, благодарю вас за ответ. Но дело в том, что инстинкт самосохранения это и мужской инстинкт, и женский инстинкт. То есть это инстинкт человека, животного самосохранения. Забота. Ну вот ближе. Забота. Получается, женщины, которые невнимательны, не заботятся о своих детях, они уже не женщины. А как же быть с теми женщинами, которые бросают своих детей в роддомах? Ну, они допустим, что они очень плохие женщины. То есть они там, по-разному их можно называть, которые бросают своих детей в роддомах. Но как же они бросают? Что делать с заботой с этой? Ребенка бросил единственного в роддоме. Инстинкт уже все, пропал инстинкт. Но не буду вас мучить, потому что я очень долго искал ответ на этот вопрос. И однажды в книжке Игоря Николаевича Калинаускаса я прочитал такую очень интересную мысль. Это Игорь Николаевич Калинаускас, он написал очень много книг, я вам очень рекомендую эти книги почитать. Он обратил внимание на женский менталитет. Женщина смотрит на этот книжку с точки зрения все получается. Все происходит само собой, все должно происходить естественно. И отсюда получается, что что хочется каждой женщине на земле, где бы она ни жевала, в Африке, в Америке. Ей хочется, чтобы желания исполнялись. Если вы с этим согласны, поставьте десятку в чат. Каждой женщине на земле хочется, чтобы желания исполнялись. Если согласны, поставьте десятку в чат. Если не согласны, поставьте единицу. Мужчины, дорогие, уважаемые, обратите, пожалуйста, внимание. Это инстинкт. Каждой женщине в вашем окружении хочется исполнения желаний. Людмила, у мужчин другой инстинкт. Мы с вами сегодня об этом поговорим. Мужчины, уважаемые, обратите, пожалуйста, внимание. С этим ничего невозможно поделать. Сильная женщина плачет у окна. Алла Пугачева. Деньги есть. Слава есть. Власть есть. Чего ты плачешь? Хочется, чтобы желания исполнялись. Как можно исполнять желания? Существуют разные способы. Первый способ это сама. Я сама. Кто пользуется этим способом, напишите, пожалуйста, единицу в чат. Я сама. Я сама исполняла свои желания. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Надо только понимать, что это путь, который ведет сильная женщина плачет у окна. Алла Пугачева. Такая песня есть. Нет у нас таких женщин. Мне очень это нравится. Все женщины используют другие способы. Второй способ, да, это попросить мужчину. У кого, кто пользуется этим способом, поставьте двойку в чат. Попросить мужчину исполнить свое желание. Поставьте двойку в чат. Кто пользуется таким способом. Ко мне иногда приходят на консультацию женщины и говорят, я не чувствую себя женщиной. Что делать? Я говорю, выйдите на улицу и начинать у мужчин просить исполнить желание. Сразу почувствуйте себя женщиной. Вот вам такая простая рекомендация. Я очень рад, Светлана, Наталья, Оксана, что вы пользуетесь этим способом. И мне очень горько, что все остальные женщины просто промолчали. То есть вспомнили всякие свои безобразные ситуации в жизни, когда попросила, отказал, стало обидно. И уж лучше я сама. Вот как написала Людмила, хочешь сделать хорошо, сделай сама. Не всегда. Ну да, Инна. Не всегда. Но мужчин нужно просить правильно. Почему женщинам... Кому трудно просить? Поставьте, пожалуйста, десятку в чат, если вам трудно просить. Вот если трудно вам просить, поставьте десятку в чат. Если легко, поставьте в дницу. Вот я жду от Светланы, Натальи, Оксаны единицу. Они это делают легко. Инна, да, вот трудно просить. Галина Петровна, трудно просить. Смотрите, это безотносительно к возрасту. Вот Светлана, да, я Светлана угадал, да, я очень рад. Я не люблю попрошайничать. Оксан, не попрошайничать, да, а просить, исполнить желание. Оксана тоже единицу поставила. Светлана 5 на 5, да, 50 на 50. Есть такие правила, как правильно просить. У меня есть такой курс, как выбрать настоящий мужчина по дате рождения. Вот, я там как раз про эти правила рассказываю. Поэтому, если вы хотите просить легко, непринужденно, да, полюбить просить, вот, пожалуйста, да, найдите этот курс, обращайтесь к нам на курсы, вот, и вы там эту информацию получите. Четыре правила, как правильно просить мужчин, исполнять свои желания. Итак, мы подошли к такому очень серьезному моменту, да, это рецепт женского счастья. Ну, о женском счастье очень многие говорят. Вот, я прилагаю свой рецепт. Смотрите, заметьте, женского счастья, не человеческого счастья, да, а именно женского счастья, да. То есть, счастье в личных отношениях, в личной жизни. Первое. Мужчины все решают. Второе. Мужчины все делают, но при этом происходит чудо, да, все желания исполняются. Кому нравится такой рецепт, поставьте, пожалуйста, десятку в чат. Ирина, раньше не умела, теперь умею просить. Я вас поздравляю искренне, да, это, я считаю, что вообще первое, чему нужно научить девочку, да, это уметь просить. Не бывает такого, вот Людмила говорит. Такого не бывает. Людмила, конечно, я идеализирую ситуацию, да, но я просто сейчас спрашиваю, вопрос-то какой. Вам нравится такой рецепт личной жизни, когда вас окружают мужчины, они все решают, они все делают, да. Ну, почему все решают, потому что если вы решите, да, то вам будет, ну, как бы, желание не исполнится, да, то есть, ну, как что значит не исполнится, да, то есть, вы же решили. А вот если мужчина сам решил, сам исполнил ваше желание, да, вот, и на радость вам, да, мне кажется, такой очень хорошая личная жизнь, счастливая личная жизнь. Итак, мы с вами поняли, да, и я вот вижу десятки здесь, что, к чему стремится каждая женщина инстинктивно, чтобы желания исполнялись. Кто будет исполнять это желание? И тогда вот вам контрольный вопрос, и мы закончим первую тему. Зачем мужчины в жизни женщины? Напишите, пожалуйста, в чат. Зачем мужчины в жизни женщины? Обращаюсь ко всем женщинам в чате. Зачем мужчины в жизни женщины? Внуки, сыновья, племянники, дедушки, мужья, знакомые, соседи мужского пола. Зачем они в жизни женщины? Напишите в чат. Ни одного ответа. Для гармонии... Ирина, вопрос был контрольный, да, по материалу. Беречь обед для исполнения моего желания, в мое удовольствие. Ну, конечно же, Анна, да, для исполнения желания. Ирина, если секс против желания, это называется изнасилование, вообще-то говоря. Вот. Для исполнения желаний. Вот кто с этим согласен, поставьте десятку в чат. Мужчины в жизни женщины нужны для исполнения желаний, чтобы его о чем-то просить. Галина, если мужчина не будет исполнять ваше желание, вы будете себя чувствовать несчастной женщиной. Обоюдно. Чтобы решали, исполняли желание. Да, Светлана. Ну, вы это знаете, если вы умеете просить, просите и просите легко. Это у вас не вызывает никаких напряжений. Вот. Вы прекрасно меня понимаете. Для обмена энергии. Итак, первый вопрос и первый ответ. Зачем нужны мужчины в жизни женщины? Исполнять желания. Идем дальше. Теперь, когда вы знаете рецепт женского счастья, легко определить, какие мужчины нужны. Назовите, пожалуйста, главное качество настоящего мужчину. Женщины очень часто хотят, чтобы рядом был настоящий мужчина. Вот мне интересно, какое качество настоящего мужчины вы считаете главным? Сейчас, правда, возникает такая проблема. Считается, что настоящих мужчин нет. Все мужчины настоящие. Я всегда спрашиваю. Ну, да, конечно. Настоящие деньги есть. Настоящие бриллианты есть. А настоящих мужчин нет. Надежность. Близко очень. Девятка. Не девятка, да, это вообще минус девятка. Но близко. Надежность. Ответственность. Абсолютно точно. Анна. Анна Д. Главная качество настоящего мужчины. Ответственность. Какая разница между надежностью и ответственностью? Ответственность это мужчина решил, мужчина сделал. А надежность это женщина решила, мужчина сделал. Кому разница понятна, поставьте пятерку. Пятерку. Очень важный момент. Очень важный момент. Смотрите. Надежный мужчина. Женщина решила, мужчина сделал. Это надежные мужчины. Таких мужчин очень много в армии. Поэтому женщин очень любят военных. Потому что там надежные мужчины. Очень много среди чиновников. Потому что там ценится надежность. А ответственность – это мужчина решил, мужчина сделал, он сам решил, сам сделал. Вот кто эту разницу понимает, поставьте. Да, вот Людмила, вся беда как раз состоит и в том, что если мужчина настоящий, он сам решает, что ему делать. И вот это одна из проблем в отношениях между мужчиной и женщиной. Ответственный мужчина не любит, когда за него решают проблему. Ой, не проблема, а за него принимают решение. Напишите, пожалуйста, в чат, милые дамы, а кому нравится, когда за вас принимают решение в деловых отношениях. Вот на работе за вас принимают решение. Кому это нравится, поставьте десертку в чат. В деловых отношениях. Кому нравится, когда за вас принимают решение. Особенно, если вы руководитель отдела, управления, департамента. Людмила, ноль, не нравится. А кому нравится? Поставьте десятку в чат. Наталья, не нравится, ноль. Оксана, не нравится. Есть такие, которым нравится. Я сейчас к женщинам обращаю внимание. Ноль, ноль, не нравится. Представляете, как вы раздражаете мужчину, когда вы за него принимаете решение в личных отношениях. Вот это понятно. Мужчины не любят, когда за них принимают решение инстинктивно. Давайте посмотрим, почему это инстинктивно. Кстати, как выбрать настоящую мужчину, ответственную мужчину. Тоже есть материалы в курсе, как выбрать настоящую мужчину по дате рождения. Поэтому, если вы хотите узнать, насколько ответственный мужчина по его дате рождения, вот, пожалуйста, вам курс. Приходите на наши курсы, и мы вас там научим, как по дате рождения определять. Так вот, смотрите. Мы еще раз говорим с вами об инстинктах. То есть, инстинкт – это действие, которое человек не может не совершать. Если мужчина, женщина смотрит на этот мир с точки зрения «все получается», то мужчина на этот мир смотрит с противоположной точки зрения. Все сделано. Почему женщины любят так природу? Потому что там все естественно. Все получается само собой. А почему мужчины так успешны в обществе? Потому что общество – это искусственная конструкция. Там все сделано. И поэтому мужчине легко в обществе ориентироваться. Если вам разница понятна, в инстинктах между мужчиной и женщиной поставьте, пожалуйста, пятерку в чат. Основной инстинкт женщины – «женщина смотрит на этот мир с точки зрения «все получается». Основной инстинкт мужчины – «мужчина смотрит на этот мир с точки зрения «все сделано». Отлично. Итак, смотрите. Если каждой женщине хочется инстинктивно, чтобы желания исполнялись, то каждому мужчине хочется добиться успеха. Быть первым. Я думаю, что вы замечали. Я сейчас прошу Михаила, Дмитрия, меня поддержать. Мужчины любят принимать решения. Сделать выбор. Что такое принять решение? Сделать выбор. Мужчины любят действовать. Суетиться очень часто. Они суетятся. Это сделать действие. И, наконец, самое главное, мужчины очень любят добиваться успеха. Сделать результат. Сделать результат. Сделать выбор. Сделать действие. Сделать результат. Инстинктивно. Почему так много негодяев среди мужчин? Если у них не получается быть первым в чем-то хорошем, они стараются быть первым в чем-то плохом. Итак. Мы с вами определились. Какое качество настоящего мужчины главное? Ответственно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что ответственный человек никогда не примет решение, если он не уверен в том, что он его исполнит. Поэтому основанием ответственности является уверенность. А что является основанием уверенности? Основанием уверенности является опыт. Если человек уже имеет опыт, что он что-то делал, он может быть уверен, что он это сделает еще раз. И в этом он может принять ответственное решение. Основанием ответственности является уверенность. Теперь, внимание, вопрос. А что является основанием ответственного решения, когда мужчина не имеет опыта? У него нет уверенности. Что является основанием? Так вот, ответ на вопрос, а зачем нужна мужчина и женщина, или зачем мужчине нужны женщины, очень простой. Мужчина рядом с женщиной чувствует себя увереннее. Кто с этим согласен, поставьте десятку в чат. Мужчина рядом с настоящей женщиной чувствует себя увереннее. Кто с этим согласен, поставьте десятку в чат. Светлана согласна, Людмила согласна. Кто не согласен, поставьте ноль. Но женщина рядом с мужчиной должна вести себя правильно. Она должна ему доверять. Если женщина мужчине доверяет, мужчина чувствует себя уверенно и добивается успеха. Итак, если мы теперь вспомним такую формулу шашеля фам, помните французы говорят, ищите женщину. Теперь вы можете понять настоящий смысл этой формулы. Если мужчину окружает женщина, которая ему не доверяет, он чувствует себя неуверенно и у него все валится из рук. Он не может добиться успеха. Соответственно, страдает. Ему нужно из этого круга убежать, найти женщину, которая ему доверяет. Тогда он чувствует себя увереннее и добивается успеха. Совершает подвиги, например. Подвиг это сделать что-то невозможное. Теперь вы понимаете роль музы. Кто такая муза? Муза это женщина, которая повышает уверенность мужчины в трудной ситуации. Итак, если вы поняли, зачем нужны женщине мужчинам, поставьте, пожалуйста, пятерку в чат. Зачем женщине нужны мужчинам? Поставьте пятерку в чат, если вы поняли. Если не поняли, поставьте ноль. Анна пятерка, Оксана пятерка, Ирина пятерка, Оксана вдохновлять. Еще раз говорю, вдохновлять это общая фраза. Мужчина может вдохновлять мужчину, понимаете? А мы сейчас говорим о том, что повышать уверенность это разные вещи. Кто же их поймет? Ну да, Людмила, знаете, у меня тоже есть такая гипотеза, что никогда женщина до конца не может понять мужчину, а никогда мужчина не может до конца понять женщину. Узнать может, понять не может. То есть, ну, трудно понять просто. Теперь вы можете ответить на вопрос, какое главное качество настоящей женщины. Напишите, пожалуйста, смотрите, если женщина нужна мужчине для того, чтобы повышать его уверенность, а для этого она мужчине доверяет, то есть, женщина доверяет мужчине, уверенность у него растет, приходит успех. Ну, логика очень простая. Каким качеством должна обладать женщина для того, чтобы доверять мужчине? Женственность, наверное. Ну, Людмила, тут у нас как мужественность, это настоящая качество настоящей мужчины, это мужественность, качество настоящей женщины, это женственность. Вера, Анна, абсолютно правильно. Смотрите, либо уверенность, либо вера. То есть, главным качеством настоящей женщины является вера. А теперь проверим, вера в кого, Анна? Напишите в чат. Вера в кого? Вот Анна правильно сказала, вера. Чтобы доверять мужчине, надо быть в себя. Абсолютно точно. Итак, мужчинам верить нельзя. Вот видите, Людмила написала. Мужчинам верить нельзя. Заметьте, я сейчас спрашиваю, каким качеством женщина должна обладать. И вот Анна абсолютно правильно, я даже напишу это большими буквами. Главное качество настоящих женщин – это вера в себя. Не в мужчину, а в себя. Вот кому понятно главное качество настоящих женщин – поставьте десятку в чат. Кому непонятно – поставьте единицу. Вот я об этом написал книжку, которая называется «Букварь любви». И я в этой книжке как раз объясняю, почему главное качество настоящих женщин – это вера именно в себя. Вера в мужчину называется доверие. Вера в мужчину – это называется доверие. А верить нужно в себя. Как мне нравятся ваши десятки. Я вообще плохо объясняю, честно говоря. И когда люди понимают сразу, мне это доставляет огромное удовольствие. Ну, естественно, теперь мы переходим к нумерологии. Светлана, я думаю, что вы не скучали. Как в себя верю, но мужчинам нет. Ну, вот, Людмила, смотрите. Если вы мужчинам не доверяете, значит, вы в себя не верите на самом деле. Потому что не может быть такого, что мужчинам верить нельзя, потому что мужчинам доверять, одним мужчинам доверять можно, другим мужчинам доверять. Нет такого слова «нельзя». Смотрите, невозможно сказать «доверять нельзя». Почему? Потому что вот есть женщина, вот есть мужчина. Она сегодня мужчине доверяет, а завтра нет. Вот как можно сказать «нельзя». Сегодня она ему доверяет, а завтра нет. Почему? Ну, что-то вот не то. Вот иногда приходят ко мне на консультацию, да, там, после всяких разных неприятных ситуаций к женщине. Вот. И мы начинаем разбираться, да, что и эта ситуация складывается таким образом, да, что она была абсолютно уверена в мужчине. Вот абсолютно была уверена, да, как в себя саму, что называется. Доверяла, как в себе самой. Вот. А потом случается какая-то катастрофа, да, вот. И когда мы начинаем эту катастрофу разбирать поминутно, то всегда возникает вот такая тема, что в какую-то минуту женщина почувствовала что-то не то. Но так как она в мужчине была уверена, да, то она на это не обратила внимания и получила проблемы. Поэтому уверенность основана на фактах, доверие основано на чувствах. Поэтому женщинам и мужчинам доверять, верить нельзя, да, нельзя просто так сказать. Нельзя так сказать. Не получается. Итак, как же узнать, насколько вот это качество, вот качество, да, есть в каждом человеке, да. Вот. Как узнать себя, как узнать свою давность. Давайте для этого еще раз вспомним про три типа действий. Поведение, шаблон поведения и инстинкты. Про инстинкты мы с вами поговорили. Про поведение мы говорить не будем, потому что я ничего не могу сказать о том, как себя человек поведет. То есть какое решение он принял. Это решение принимает сам человек. Вот. Я придерживаюсь такой точки зрения. А вот о шаблонах поведения, то есть о действиях, которые человек совершает автоматически, я как профессиональный номеровок могу очень многое рассказать. Очень многое рассказать. Почему? Потому что шаблоны поведения делятся на две группы. Это приобретенные шаблоны поведения. Ну, например, мы умеем плавать, кататься на лыжах, да. Вот. Водить автомобиль, готовить. Я всегда поражаюсь, когда у меня жена вяжет, да. Она может смотреть телевизор, а при этом получаются очень прекрасные вещи. Вот. Мне это недоступно. Моему разуму, да. А у меня это получается. Да, почему? Есть такой шаблон поведения, навык, да, он назывался в школе еще. Вот. А есть шаблоны поведения, да, врожденные. Так вот, нумерология рассказывает о врожденных шаблонах поведения. То есть, неосordные действия, которые совершает человек, и эти шаблоны поведения достались ему от рождения. Если вы поняли, о чем мы будем с вами говорить, поставьте десятку в чат. Если не поняли, поставьте единицу. Мы будем с вами говорить о шаблонах поведения, действиях, которые достались человеку от рождения. Оксана, что вам непонятно? Напишите, пожалуйста, в чат, что вам непонятно. Смотрите. Есть действия, которые человек совершает неосознанно. То есть, он не обращает на них внимания. Вот поведение – это осознанные действия. То есть, человек, фокус внимания на действиях – я вижу. А есть действия неосознанные, которые он совершает. И он их потом не помнит, эти действия. Осознанные действия он помнит, а неосознанные действия он не помнит. Но я не понимаю. Я вижу, но не понимаю. А, ну я понял. Я имею в виду, что нумерология рассказывает о том, о тех действиях, которые мы совершаем неосознанно. Это называется шаблоны поведения. И они нам достались от рождения. От рождения. Для того, чтобы эти шаблоны поведения узнать, в нумерологии используется психоматрица. Если вы умеете строить психоматрицу, поставьте десятку в чат. Если не умеете, поставьте единицу. Построить психоматрицу легко. Вот на этом слайде всего шесть шагов. Вы берете дату рождения, записываете ее без нулей. Нолики убираете. Через пять минут, Ирина, через пять минут. Рассчитываем первое число по определенной формуле. Потом второе, потом третье, потом четвертое. И у нас получается психоматрица. То есть смотрите. Два ряда чисел. Это дата рождения. И это четыре дополнительных числа. Четыре дополнительных числа. Дальше мы берем цифры даты рождения, цифры из дополнительных чисел и разбрасываем их по психоматрице. Единицы к единицам, четверки к четверкам, пятерки к пятеркам. И получается такой знак. Вот мы едем, например, по дороге. Видим знак, кирпич. Он обозначает проезд запрещен. Вот то же самое психоматрица. Психоматрица рассчитывается по дате рождения. Очень легко. Вот прям я вам сейчас показываю, да, как я рассчитывал психоматрицу Аллы Пугачевой, чтобы вы знали, да, как это делается. Взяли дату рождения. Убрали нолик из месяца. Получилось 15-й, 4-й, 49-й год. Сложили все циферки, получили первое дополнительное число. У Аллы Пугачевой 33. Потом сложили дополнительные циферки. У меня пропало это. Сложили цифры первого дополнительного числа. У нас получается 6. Получается 6. Вот 3 плюс 3 получается 6. Третье дополнительное число немного посложнее считается. У Аллы Пугачевой получилось 31. И четвертое дополнительное число считается как второе дополнительное число. Сумма цифр второго, третьего дополнительного числа. 3 плюс 1 получается 4. И дальше мы получаем вот такую психоматрицу. То есть два ряда чисел. И табличку, крестики, нулики. Все в школе мы играли. Заполнил этими циферками. Теперь, если мы возьмем шифр. А вот этот шифр придумал в свое время Пифагор. Он утверждает, что каждая циферка в психоматрице это знак определенного качества. Количество цифр говорит о том, что какое, как это, как это качество проявлено в данности человека. То есть что досталось человеку от рождения. Единицы это активность, решительность. Двойки это энергия, коммуникабельность. Тройки это выразительность, способность сформулировать свои мысли и чувства. Четверки это потенциал, способность восстанавливать силы. Пятерки это уверенность. Вот ту самую веру в себя мы можем посмотреть в психоматрице. А шестерки это результативность. То есть умение доводить дело до конца. То есть материализовывать свои идеи. Семерка это удачливость, способность находиться в нужное время, в нужное место, с нужными людьми. Восьмерка это способность выстраивать отношения, общительность я это называю. И девятка это сообразительность. То есть умение учиться, способность дважды на одни и те же грабли не наступать. Вот для того, чтобы использовать нумерологию, мы специально придумали такой курс, который называется «Психоматрица для женского счастья». И вот про этот курс вам сейчас расскажет мой продюсер. Я очень ей благодарен. Она великолепный коуч, классный бизнес-тренер, очень опытный. И поэтому я счастлив с ней сотрудничать. Зовут ее Ирина Виноградова. Ирина, вам слово. Я прошу, милые дамы, уважаемые господа, я прошу извинить нас за такой технический сбой. Вот, сейчас Ирина... Мы с вами остановились на том, что для того, чтобы расшифровать психоматрицу, нужно знать шифр. Я вам этот шифр дал, да, а теперь внимание, тема сегодняшнего нашего занятия – это женственность, да, это женственность. Так вот, знание женственности психоматрицы. Я что-то начал слушать еще. Так, странно. Так, здравствуйте, мои хорошие... Так, странно. Здравствуйте, мои золотые, на связи Ирина Виноградова. Напишите по десятибарльной шкале, насколько хорошо меня слышно. Я вошла, я ворвалась, комнату меня не пускала. Я буквально пять минут, и после того, как я вам немножечко расскажу про курс «Психоматрица для женского счастья», прям совсем немножечко, пять минут, и после меня Валерий Владимирович вам начнет показывать самые-самые настоящие чудеса. Вижу десяточки, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, кто со мной знаком? Поставьте много-много смайликов в чат, кто видит меня в первый раз. Ой, вас пришла поприветствовать моя девочка. Поставьте единичку. Во-первых, я хотела бы сказать, что мы все... Меня зовут Ирина Виноградова, я сертифицированный тренер и коуч, я онлайн-продюсер. Не вижу ни смайликов, ни единичек. Поставьте мне, пожалуйста, чтобы я видела. Так, Наталья меня знает. Здравствуйте, Наталья. И я онлайн-продюсер бизнеса. Светлана, рада вас видеть, рада вас видеть. Отлично. Кто еще меня знает? Давайте-ка, вот вижу, тут Альмирочка, я знаю Альмиру. Кто-то видит меня в первый раз. Отлично. Хорошо. Итак, вот специально мы для вас, не только для вас, а вообще вот недавно создали курс «Психоматрица для женского счастья». Буквально пять минут, и после этого Валерий Владимирович вам продолжит рассказывать, как раз начнется все самое интересное. Я сегодня вас активно приглашаю принять участие в этом курсе. На нем там прям нижайшие такие цены. И курс этот непростой. Более того, когда мы его создали, мы сами в него записались, притом по самому высшему тарифу. И я хотела бы сказать, что сегодня все-все, кто придут, кто сделает заказ, и тем более, кто оплатит в течение суток, пока цены низкие, пока цены приятные, для вас будет сразу три прекрасных бонуса. Ну, например, индивидуальная консультация Валерия Владимировича, это прекрасный, замечательный номеролог, лучший номеролог в России. Стоит на сегодняшний день, ну, по таким смешным ценам мы специально сделали 10 тысяч рублей. Да, сегодня все, кто придут на этот курс, неважно, какой тариф вы выберете, вам будет в качестве бонуса индивидуальная консультация Валерия Владимировича Вантера. Отлично. Плюс у вас сегодня будет в качестве бонуса всем, кто придет к нам на курс, значит, его книга «Букварь любви». Но это еще не все, плюс еще к тому же, кто придет на курс, значит, вот как найти мужчину по дате рождения, тоже вам будет в подарок. Итак, что же такое, почему вот этот курс такой классный, почему он такой обалденный, почему я сама в него влюблена? Давайте посмотрим, да. Для кого в первую очередь, давайте посмотрим, для кого в первую очередь вот этот курс нужен, да, для кого мы его создавали. Напишите «я-я-я», у кого вот есть чем поразбираться в личной жизни, да. А там, может быть, с семьей как-то, ну, с мужем как-то что-то где-то не ладится, может, его надо вдохновить, стать добытчиком, может быть, отношения не самые лучшие. 31,4, как получил, спрашивает Мария. Мария, вам ответить сейчас, Валерий Владимирович, после того, как я выступлю. Вот, если вы хотите разобраться в личной жизни, я-я-я, напишите, у кого есть, есть с чем разбираться в личной жизни, так как я женский тренер, я знаю, что девчонкам всегда найдется с чем разбираться. Если кто-то уже одинок, спасибо большое, Наталья, если кто-то одинок, да, вот кто, не важно, какой возраст, не важно, какой социальный статус, не важно, в каком городе вы живете, но если вам надоело одиночество, тоже поставьте, пожалуйста, я-я-я, и я буду рада, что вам этот курс подойдет. Напишите, я-я-я, у кого есть взрослые дети, и вы за них переживаете. Вот, Оксана, спасибо большое, надоело, да, одиночество, отлично. Я знаю, я сама уже взрослая женщина, мне почти 50 лет, и у меня тоже взрослый сын, и вот у меня, я сама веду коучинги, тренинги, у нас очень много девчонок взрослых, да, занимается, которым там много лет, и мы переживаем за наших детей, есть у нас такие, кто переживает за своих детей, что там не все складывается хорошо, может быть, не все устаканивается, да. Хорошо, семерочки поставьте, те, кому интересно, сама по себе нумерология, поставьте семерочки, если вам интересна нумерология, я так думаю, что вы все-таки неплохо было бы, чтобы их поставили, вы же сюда пришли на этот мастер-класс, наверное, не просто так. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Наталья, так, Альмира, отлично. Есть еще у нас те, кому интересно, нумерология, как вот проявление себя, Светлана, Мария, 31, вот Мария, 3 плюс 1, будет 4, все, успокойтесь, пожалуйста, уже. А еще лучше жмите на кнопочку, приходите на курс. И напишите восьмерочку, если, например, вы, пятерочку, давайте так, пятерочку, если вы хотели бы не только разбираться в нумерологии, но и стать нумерологом, почему вот этот курс, матрица, психоматрица для женского счастья настолько уникален, что вы сможете не только для себя помогать, да, не только себе сможете помочь, но вы еще и станете хорошим практикующим нумерологом. Курс уникальный, курс великолепный, курс замечательный. Что вам нужно делать? Надежда, если несложно, пусть постоянно ссылочка будет в чате. Итак, если вы пройдете по ссылочке, там будут красные кнопочки, зафиксируйте, забудь цену, потому что цена это только на этот вебинар, только во время этого вебинара есть вот эта цена. На самом деле цена гораздо выше. И вот, например, если есть вот даже минимальный тариф, давайте я вам расскажу, почему это так здорово, да, почему этот курс просто уникален. Вы такого нигде не встретите, нигде вообще никогда. Итак, вот вы, когда кликните мышечкой на кнопочку, откроется вот такая форма. Обратите внимание, уже на этой форме виден сертификат, да, корректно заполните свои данные и просто зафиксируйте с собой цену. Пойдете вы, не пойдете на курс, это уже решать потом вам. Что входит в этот курс? Первое, с чего начинается курс, вот если брать минимальный тариф, который всего 4900 рублей, он длится чуть больше месяца, 5 недель, 5 недель. Что туда входит? Сначала у нас входит один тренинг, первый самый тренинг, 3 марта он будет. Основу нумерологии онлайн-тренинг, он будет длиться 5 часов и будет состоять из 8 таких относительно коротких модулей. Его вести будет, конечно же, Валерий Владимирович. И Валерий Владимирович даст полностью все основы нумерологии, как создаются психоматрицы, как они трактуются, психоматрицы, как можно рассмотреть, сделать какой-то анализ человека, его данности, его сущности и прочее. Дальше целый месяц у нас будет что происходить? Естественно, сразу же после этого тренинга произойдет анкетирование, то есть вы заполните определенную анкету для чего, для чего, потому что сразу после анкетирования Валерий Владимирович с вами проведет групповую коуч-сессию определения индивидуальных условий для эффективного обучения. В принципе, эта групповая коуч-сессия вам понадобится как в этом тренинге, как в этой программе, так и если вы пойдете в какие-то любые другие программы. Вот поставьте, пожалуйста, сейчас двоечки в чат, если, предположим, вы покупали какие-либо курсы, но по какой-то причине не прошли их до конца. Вот поставьте, пожалуйста, двоечки в чат, вот вы купили, и либо вообще даже не открыли, либо если там начали заниматься, то потом бросили. Есть такие, да, просто я сама веду курсы, у меня девчонки, конечно, все доходят до конца, но они признаются, очень много курсов покупали, но далеко не в каждом курсе. Но вообще там идем дальше 2-го, 3-го модуля. Оксана, Альмира, Наталья, Галина, большое спасибо. Кто еще? Есть такие? Светлана, большое спасибо. Хорошо, те, кто вообще никогда не покупает курсов, поставьте, пожалуйста, нолики, а те, кто покупает и проходит все до конца, и получает результаты, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, чтобы я понимала, что вы со мной. Итак, анкетирование. Вот мы проходим анкетирование, групповая коуч-сессия, то есть где вы будете общаться с Валерием Владимировичем в прямом эфире, и где он вам подскажет, как сделать так, чтобы вы проходили все до конца и получали нужные результаты. Что еще туда входит? Туда входит, вот теперь дальше, в течение месяца, в течение месяца. Первое, что вы начнете, это большой-большой, огромный модуль, такой прям дотошный, где вы будете проходить психоматрицу, уже прям составлять эту психоматрицу под четким руководством Валерия Владимировича, где он вам расскажет, как надо смотреть, что дано человеку, и что надо в себе доразвить, дотянуть, доработать. Вот определение качеств, которые даны от рождения. Это будет большой, глубокий модуль. По-моему, 6 марта, если я не ошибаюсь. Следующий модуль, это у нас будет женственность. То есть вот в данном случае, девчонки, вы сможете разобрать не только свою ситуацию, но потом в будущем сможете помогать, разбирать ситуацию своим подругам, своим дочерям, своим там близким. Более того, и вы можете даже это делать на коммерческой основе, помогать женщинам. Вот женственность психоматрицы, где ее разглядеть, там эту женственность психоматрицы, и как формировать рекомендации для того, чтобы женщина стала объектом внимания для мужчин. Именно вот этот узкий вопрос, как сделать так, чтобы женщина стала объектом внимания для мужчин, Это будет модуль номер два. Модуль номер три. Где в психоматрице разглядеть любовь? Вот где она, вот данность этой любви, насколько она дана женщине, не дана или до развития ее. Где эти советы и формирование рекомендаций женщинам, как выбирать партнера, чтобы создать счастливые отношения. Идем дальше. Модуль номер четыре. Дипломатия, психоматрица, формирование рекомендаций, как женщинам влиять на решение мужчин. Вот часто слышат, да, мужчина голова, женщина шея, мужчина голова, женщина шея. Есть миллионы женских тренингов, но, к сожалению, они грешны тем, что конкретики никто не дает, да, потому что мужчины разные. И невозможно каждому мужчине, понимаете, один и тот же инструмент. Вот, ну нельзя так поступать, просто нельзя. Но если вы будете знать свою психоматрицу, если вы сможете раскладывать психоматрицу мужчины, то вы сможете формировать вот правильные рекомендации, как вот в данном конкретном случае, да, как влиять на решение мужчины, да, каким образом. Вот, и это будет модуль номер четыре, то есть большой, глубокий модуль. Модуль номер пять. Сексуальность, да. И вы не только пройдете и увидите, где она, эта сексуальность в психоматрице, это не просто вот там девять цифр каких-то, да, там нужно все это смотреть вкупе. Это вот Валерий Владимирович знает это все. И вы сможете и для себя, и для подруг, и для своих взрослых вечерей, да, формировать рекомендации, как быть сексуально притягательной и интересной для мужчин. Что еще? Вот я не стала уже больше делать кубиков, то есть всего десять модулей. Модуль номер шесть, вот если кому интересно, я, 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 напишите, да, вот, чтобы вот не изменял мужчина вам это раз. И чтобы вас не тянуло на других мужчин. Модуль номер шесть, как создать, спасибо Наталье, верность, да, как создать вот это состояние верности, как формировать реками Оксана, большое спасибо за активное участие, как сделать отношения открытыми и честными, только потому, что никто не изменяет, вот об этом будет Альмирочка, большое спасибо. Модуль номер шесть, модуль Галина, большое спасибо, модуль номер семь. Одни и те же активные участия, сразу видно девчонки, которые ориентированы на счастливые отношения. Модуль номер семь, самооценка. Кто страдает самооценкой, давайте-ка единички поставьте в чат, кто признает за собой факт, что вот постоянно идет внутреннее терзание, достойная я, недостойная я, можно мне, нельзя мне, Оксана, большое спасибо. Да, вот самооценка психоматрицы и формирование рекомендаций женщин по развитию способностей, желать многого, принимать роскошь как норму жизни. Вот, кстати, у меня бывший мой муж Наталья Галина Альмира, большое спасибо. Он в свое время говорил, царство ему небесное, откуда в тебе это? Ну, понимаете, мне даже в голову не приходило, что я должна ездить на метро. Я не против метро, но меня всегда возил персональный водитель. Мне даже в голову не приходило об этом как-то сомневаться в этом, что меня должен возить персональный водитель. Модуль номер восемь. Красота психоматрицы, формирование рекомендаций женщин, как производить впечатление на сильных и харизматичных мужчин. Вот именно на таких мужчин нужно уметь производить впечатление. Вот красота ваша личная, индивидуальная, она особенная, каждая женщина неповторима. Чтобы ее найти, оказывается, достаточно разбираться психоматрицей. Дальше, модуль номер девять. И мы назвали ее практичность, я назову ее по-другому еще. Девочки, это про деньги. Модуль номер девять. Где к вам лично, откуда придут деньги, где они достанутся вам легче всего. Как вам дано от права рождения, дано по психоматрице, по дате рождения, как вам должны приходить деньги и каким путем они к вам придут быстро и легко. Потому что к женщине деньги должны приходить быстро и легко. И модуль номер десять. Партнерство психоматрицы. Как женщине правильно выбирать мужчину для идеального союза. И я уже напоминаю, что все это, плюс ко всему, конечно же, 10 модулей, да, основу нумерологии, это тренинг отдельно, он будет идти один день, несколько часов, анкетирование, групповая коуч-сессия. Десять модулей психоматрицы для женского счастья. Записи всех модулей. И, конечно же, еще индивидуальная консультация. Я, Валерия Вантера. Это круто. И это всего лишь 4 900. Если вдруг вы посмотрите у нас на сайте, у нас просто консультация Валерия Владимировича стоит 10 тысяч. Но и это еще не все. Дело в том, что знания будут даваться на основе вашей, да, на основе вашей психоматрицы вы будете делать домашние задания на основе вашей психоматрицы. Но плюс ко всему еще будете разбирать, да, там другие психоматрицы. Вы будете получать знания не только для себя, но вы будете получать знания настолько глубоко, что спасибо, Галина, спасибо, Наталья. Что мы совершенно спокойно сможем вам выдать сертификат от Международного центра сертификации нумерологов. Да, Международный центр сертификации нумерологов. И вы получите вот такой замечательный серебряный сертификат о том, что вы являетесь обладателем данных, полученных знаний. Те же, кто хочет пойти более детально, кто вот хочет именно не только свою жизнь поправить, но и потом заниматься этим профессионально, я предлагаю, Оксана, спасибо, Гальмира, спасибо. Я предлагаю получить другой сертификат, да, вот у нас есть золотой сертификат о том, что он будет подтверждать, что вы прошли курс психоматрицы для женского счастья, то есть вы являетесь специалистом, который может помочь с помощью нумерологии создать женское счастье. Но еще и прошли двухмесячную практику по работе с женской аудиторией. Женской аудиторией. Что это такое? Значит, у вас проходят основные модули, вот кастомарафон 3 марта, вот этот вот онлайн тренинг, основные модули, 5 недель длится тренинг, то есть это будет знание, плюс домашние задания, плюс вот те, кто пойдут по 14 900, второй тариф, у вас еще будет проверка ваших домашних заданий. Помимо прочего, Валерий Владимирович будет проверять ваши домашние задания и направлять вас. Но после тренинга, вот видите, вот там вот такой коричневый такой листочек, два месяца с вами будут индивидуально, ну практически индивидуально заниматься, раз в неделю будет встречаться мастер-группа с Валерием Владимировичем, то есть вы уже можете брать людей в работу, вы уже можете формировать для них психоматрицу, и на мастер-группе, прежде чем вот людям давать консультации, понятно, что первым людям консультации давать немножко страшно, прежде чем им давать консультации, вы можете приходить на мастер-группу, советоваться с Валерием Владимировичем, что вот психоматрица, вот я ее разобрала, вот какие я формировала рекомендации, правильно ли я поступила. То есть по факту вы не только решите свои проблемы, не только решите свои проблемы, не только решите проблемы своих близких, не только разрешите себе, прерывается звук, у остальных вот написали, что все хорошо, не только разрешите себе быть счастливыми, но вы еще обретете прекрасную профессию. Более того, лучшие из вас, те, кто будут стараться, те, кто будут выполнять регулярно домашние задания, кто будет приходить на мастер-группу, и мы будем видеть, что вы старательны, мы еще разрешим вам практику в Международном центре сертификации нумерологов. То есть помимо мастер-группы вы еще можете попрактиковаться у нас, мы это разрешим. Но самое главное, я надеюсь, что я уложилась почти в 5 минут, поймите меня правильно, это уникальная возможность, это уникальная возможность, как Валерий Владимирович сегодня уже говорил, он уже 2 года не выступал на подобных мероприятиях, сегодня это первое выступление. Спасибо, Наталья, конечно, будем рады вас видеть. С вами будет заниматься не просто эксперт, не просто нумеролог, а нумеролог, который выступал на одной площадке с такими мировыми звездами, как Джон Грей, Джо Витали, если вы смотрели фильм «Секрет», то есть на одной площадке с такими звездами. Это лучший нумеролог России, это основатель и ведущий эксперт Международного центра сертификации нумерологов. Здесь еще не все регалии указаны, а Валерий Владимирович еще президент Международной ассоциации русскоговорящих нумерологов. То есть это все про него, он будет заниматься с вами лично. Ну, вроде бы я более или менее все сказала, я напоминаю, что сейчас все те, кто остались, это как раз те, кому интересно. Разбежались любители халявы и остались те, кому интересно, и именно для вас, слава Богу, что лишние разбежались. И именно для вас, Валерий Владимирович, сейчас расскажет все самое интересное, все самое такое вкусненькое про нумерологию. И, возможно, даже кому-то из вас повезет, он даже сделает лично для вас сегодня рекомендации по вашей дате рождения. Я попросила бы, Надежда, большое спасибо, что вы даете ссылочку. Теперь вот пока еще выступает Валерий Владимирович. Пусть эта ссылочка всегда будет в чате. Я напоминаю, милые мои хорошие, что вот такие цены, они вот только на сегодня, да, и вы получаете сертификаты, либо вот есть с двухмесячной практикой, чтобы мы вот могли прям гарантировать, что вы прошли практику. Такой золотой сертификат от Международного центра сертификации нумерологов. Да, это всего 14 900. А, я забыла еще сказать, что вот в этот тариф еще входят записи всех мастер-классов за год. У нас будет, Валерий Владимирович, вести 4 мастер-класса в месяц. Это клубное такое мероприятие, стоит оно 2000 рублей в месяц, всего на 22 тысячи рублей получается. Записи эти закрытые будут, где Валерий Владимирович будет раскладывать вот до миллиметра вот все-все-все-все-все-все. Не только про женское счастье, но и про деньги, про успех, про карьеру, про здоровье. То есть это будет хорошее, такие классные занятия нумерологические, профессиональные, можно сказать. Вот это все туда. То есть вот золотой сертификат это здесь, и серебряный сертификат это вот прям вот знание, знание, знание про нумерологию. И единственное, что без нашей практики. То есть вот те, кто пройдет нашу практику, мы вот вам выдадим золотой сертификат. Ну и серебряный тоже дорогого стоит. Ну, на данном этапе я, наверное, закончу. Большое спасибо, что вы меня выслушали. Я напоминаю, что всем-всем-всем, независимо от того, какой тариф вы выберете, вам сегодня светит аж три бонуса. Индивидуальная консультация, дополнительный курс, как выбрать по дате рождения, плюс букварь любви электронной книги Валерия Владимировича Вантра. Я люблю вас, и вместе с вами буду дальше слушать мастер-класс. Валерий Владимирович, уступаю вам место. Слава теплые и за информацию о курсе. А я хочу перейти к основной части нашей сегодня встречи. И я вам сейчас как раз покажу, чему же вы научитесь на нашем курсе, на примере именно женственности. То есть такая тема, как женственность. Первое. Мы с вами договорились о том, что психоматрицу можно расшифровать с помощью вот такого вот шифра. И в каждой психоматрице мы сможем у вас, с вами увидеть знаки. То есть каждая цифра это знак определенного качества. А количество цифр это степень проявности этого качества в данности человека. То есть это насколько сильно этот шаблон проявляется в поведении человека, в действиях человека. Но этот шаблон дан именно от рождения. Поэтому мы смотрим именно психоматрицу. То есть не текущее состояние, а изначальное состояние. Вот знак женственности это треугольник. Треугольник 1, 8, 6. Как получить четвертое число? Аня, надо просто сложить, взять, напишите третье число. Третье число напишите психомат в чате. Я вам скажу, какое четвертое будет. Итак, знак женственности это треугольник 1, 8, 6. Вот смотрите, у Аллы Пугачевой мы взяли ее психоматрицу, построили и нарисовали этот треугольник. Вот у нее 4 цифры. По правилам нумерологии. Если цифр мало, качество проявлено слабее, чем у всех. Если цифр много, качество проявлено сильнее, чем у всех. Но в данном случае, женственность, здесь все с точностью наоборот. И в этом плане Ирина, когда говорила об эксклюзивности нашей информации, она говорила о том, что это как раз на ее такое ноу-хау. Наше ноу-хау, которое мы обучаем на курсе психоматрица для женского счастья. Откуда взялся этот знак и как я к нему пришел? Если мы возьмем интервью Аллы Пугачевой. Она написала в одном из журналов, что я уже больше 50 лет работаю, 16 лет начала. И могу сказать только одно. Я устала только одной вещью. От ответственности. И вот, пожалуйста, вам психоматрица Максима Галкина. Максима Галкина. Которого она, опять же, в интервью назвала самым ответственным мужчиной, который она встречала в своей жизни. Помните, мы с вами говорили о том, что качество настоящего мужчины, главная качество настоящего мужчины, это ответственность. Вот треугольник ответственности, это как раз 1, 8, 6. 1, 8, 6. Вот видите, у Максима здесь он слишком ответственный даже мужчина. Вот у него, видите, здесь 7, 9 цифр. 9 цифр. Ну, папа у него генерал, бронетанковые техники. Вот, потом досталось ему, конечно, по полной программе. Я имею в виду в данности Максима. Так вот, если мы теперь пойдем от обратного, да, что если ответственность это 1, 8, 6, и это главное качество настоящего мужчины, то что должна проявлять женщина, чтобы рядом с ней был ответственный мужчина? Напишите, пожалуйста, в чат, что должна проявлять женщина, чтобы рядом с ней был ответственный мужчина? Как вы думаете? Как должна себя женщина вести? Напишите, пожалуйста, в чат. Вспоминаем, пожалуйста, русскую народную пословицу два медведя в одной берлоге не живут. Вспоминаем, две хозяйки на кухне. Противоположное качество. Какое противоположное качество? Назовите его. Смотрите. Я хочу, чтобы рядом со мной был ответственный мужчина. Как я должна себя с ним вести? Напишите. Противоположное качество. Какое противоположное качество? Безответственность. Безответственность. Так вот, смотрите. Мы теперь смотрим на психоматрицу Аллы Пугачевой и видим, что у Максима Галкина 9 цифр в треугольнике, а у Аллы Пугачевой здесь 4 цифры. Исходя из этих соображений, как раз я и назвал. Чем меньше женственность, как бы сильнее, чем меньше цифр в треугольнике ответственности. Если вы поняли, как определить женственность психоматрицы, поставьте, пожалуйста, десятку в чат. Если не поняли, поставьте единицу. Нина, если время останется, я расскажу, как посчитать. Мне сейчас важно, чтобы вы поняли одно. Одно, да? Что в психоматрице можно определять свою данность. Для этого нужно научиться читать знаки. Для этого нужно научиться читать знаки. Вот смотрите. Знак ответственности, знак ответственности, это треугольник 1, 8, 6. И мы говорим, ответственность это главная качество настоящего мужчины. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был ответственный мужчина, чтобы вас окружали ответственные мужчины, вам нужно вести себя противоположным образом. Вот Наталья, Надежда, прямо сказала, противоположное качество. Безответственно. И поэтому получается, что если в треугольнике мало цифр, то человек ведет себя безответственно. Сейчас безответственно, безоценноственно. Давайте сейчас не будем определять. Вот. Итак. Какие еще качества можно... Сейчас, секундочку. Вот. Давайте еще поговорим по поводу рецепта мужского счастья. Да? Вот. Есть такой актер и режиссер, да, сценарист Сильвестр Сталлоне. И вот однажды в интервью он сказал, счастливая жена, счастливая жизнь. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Вот кто считает Сильвестр Сталлоне настоящим мужчиной? Поставьте десятку в чат. Я думаю, что кто знает историю жизни Сильвестр Сталлоне, тот не может поставить единицы. Да? Потому что это настоящий мужчина. Вот. История его просто легенда. Легенда. Вот. Он продал свою собаку для того, чтобы сняться в фильме, написанном по собственному сценарию. И потом, когда ему дали деньги, он все эти деньги отдал для того, чтобы собаку выкупить. Еще добавил, что новый хозяин, да, будет сниматься в фильме Рокки. Так вот, этому мужчине я доверяю, да, вот. Счастливая жена, вот счастливая жизнь мужчины. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Отсюда смотрите рецепт женского, мужского счастья. Первое. Женщина доверяет, и мы теперь знаем, да, что если женщина доверяет, у мужчины уверенность растет, да, и соответственно приходит к нему успех, то есть вероятность успеха возрастает. Женщина счастлива, потому что мало того, чтобы уверенность росла, да, нужно еще и добиваться таких успехов, чтобы иметь возможность исполнять желание женщины. Если желание женщины исполняется, женщина счастлива. И самое главное, да, мужчина добился успеха, стал первым, сделано невозможное. Если вам понятно, чего хотят мужчины в жизни, да, рецепт мужского счастья, чего хотят мужчины в личных отношениях, поставьте, пожалуйста, пятерку в чат. Если вы не поняли, поставьте ноль. Рецепт мужского счастья. Вы этого нигде не найдете. Во-первых, о мужском счастье, как правило, не принято говорить, да, о женском счастье очень много, о мужском практически ничего не говорится. Это мой, моё ноу-хау, моя разработка. Женщина доверяет, женщина счастлива, сделан невозможно. Отлично. Я вам очень благодарен, да, что вы всё понимаете. Но, для того, чтобы правильно выстроить отношения с мужчиной, да, одной же единственности недостаточно. Вот, с моей точки зрения, есть восемь качеств, которые необходимо женщине уметь проявлять, для того, чтобы не иметь проблем в личных отношениях. Первое качество, это женственность, да. Второе качество, это женская дипломатия. Третье качество, это умение любить. Четвёртое качество, это сексуальность. Пятое, верность. Шестое, высокая самооценка. Седьмое, красота. И, наконец, восьмое, практичность. То есть, умение распоряжаться имеющимися ресурсами. Что такое практичность? Это умение распоряжаться имеющимися ресурсами. Ну, в том числе, эти ресурсы получать, потому что, если не умеешь получать, то, соответственно, нечем тебе и распоряжаться. Так вот, если мы возьмем психоматрицу, да, и посмотрим по дате рождения, как эти качества проявлены у нас, то мы получим такое колесо, колесо женского счастья, да, от рождения. Оно будет вот такое вот кривое, да. Вот, как утверждает Юлия Щедрова, такой гуру в области личных отношений, 94% женщин не могут выйти замуж, потому что у них кривое колесо замужества. Вот, она в это колесо включает 6 качеств. Ну, с моей точки зрения, как говорится, выйти замуж не напасть, замужем бы не пропасть, да, что важно, то, чтобы эти отношения, личные отношения, приносили женщине радость. И с моей точки зрения, для того, чтобы это случилось в жизни, нужно уметь 8 этих качеств проявлять. От рождения эти качества могут быть проявлены по-разному. У кого-то одного качества больше, у кого-то другого качества больше, у кого-то третьего качества слишком много, например, ответственность, да, вот, в личных отношениях эта ответственность, женщина начинает тянуть одеяло на себя, да, и получает проблемы в личных отношениях. Так вот, уникальность нашего курса психоматрица для женского счастья состоит в том, что мы умеем, да, дать такие рекомендации, которые позволяют вот это колесо выровнять. Это колесо выровнять. Вот. Соответственно, на каждом занятии, да, вы получите 4 ответа на 4 вопроса. Первый вопрос, это, что есть? Я сегодня вам показал, как с помощью психоматрицы определять женственность, да, второе, что должно быть? Второй вопрос, это, что должно быть, да, вот, и я вам опять же показал на колесе женского счастья, да, что колесо, это должно быть круглым, да, то есть оно должно быть выровнено, это колесо, круглое, вот, но самое главное, что на этом курсе мы будем с вами практически разбираться, да, что делать, да, вы будете знать, и как это делать. То есть мы вам на каждом занятии дадим техники которые позволят позволят вам усилить свои качества при необходимости или их например а наоборот меньше ослабить вот это ценность этого курса то есть мы не просто вам будем говорить что вы из себя представляете а на каждом занятии вам покажем норму и как этой нормы достичь обращаю ваше внимание ни в коем случае не будем изменять вашу данность мы будем вам предлагать и опять это уникальное как раз я этим очень горжусь нумерология позволяет предложить естественное развитие то есть мы будем пользоваться вашими ресурсами которые вам даны от рождения для того чтобы научиться проявлять то что нужно научиться сильнее проявлять например и опять же и наоборот мы будем пользоваться вашими ресурсами которые даны вам от рождения вашими способностями для того чтобы какие-то качества ослабить вот этому и будет как раз посвящены вот эти вот 10 занятий о которых вам рассказала а ирина у меня есть знакома она живет на севере да и когда она прочитала мой буквально любви она дала мне такой интересный отзыв написала да очень сожалею что не знала этих истин лет 40 назад наверное очень много моей жизни пошло бы по-другому всего от нескольких простых истин вот с моей точки зрения ценность как раз нашего центра который мы сейчас создаем состоит в том что мы постараемся вовремя давать вот эту информацию для того чтобы вы не говорили что вот если бы я это знала 10 лет назад и 20 лет назад и 40 лет назад у меня бы все было по-другому эти два тарифа данные эти два пакета они отличаются практикой то есть на втором пакете вы получите обратную связь мы с вами покажем я вам на каждом занятии да а проверю ваши домашние задания и покажу о чем вы забыли на что вы забыли обратить внимание вот после консультации моей мне прислали такую интересную смс-ку столько ответов на долго мучившие вопросы в один день то есть вы сэкономите огромное количество времени давайте посмотрим на конкретном примере на конкретном примере это вот отзывы да на мою консультацию в том числе а ирины виноградовой мы с ней встретились когда она ко мне пришла на консультацию вот пожалуйста женственность мы видим в треугольнике женственности четыре цифры как нам увеличить женственность ну давайте здравый смысл включим чисто математику нужно убрать количество единиц да и либо количество шестерок вот и используя правила нумерологии которые вы будете изучать на курсе я вам буду рассказывать про переходы при каких условиях девятки переходят в пятерки таких условиях пятерки переходят в девятки при каких условиях единицы переходят восьмерки шестерки переходят с emers вот все это будет на курсе но здесь очень важно чтобы вы поняли да что все рекомендации которые я вам буду давать на этом курсе по вашей психоматрицы они опираются на вашу данность мы вам предложим личный план развития естественным образом да то есть а которая опирается на то что вам дано дано от рождения я не буду сейчас вам забивать голову до всеми тонкостями я вам покажу конечный результат вот алла пугачёвой четыре цифры переходы которые мы используем и получаем две цифры видите смотрите в треугольнике психоматрицы теперь две цифры но условно говоря если алла пугачёва выполнила бы этот план личного развития да то она стала бы в два раза женственнее вот если вам понятно чем мы будем заниматься на курсе поставьте пожалуйста десятку в чат если непонятно поставьте единицу то есть мы будем брать вашу данность смотреть чего не хватает и чего лишнее да и используя вашу данность да мы будем искать такие техники такие методики изменения да которая основана на ваших естественных на ваших не все как правильно сказать на вашей данности да то есть соответствии с тем что вам давно от рождения отлично ну и прежде чем я перейду к ответа на вопросом я хотел бы вспомнить слова юрий владимирович никулина когда он сказал что если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека хотя бы одного на земле все будут счастливы какие у вас есть вопрос у меня осталось пять минут надежда сколько у меня времени осталось напишите пожалуйста в чат у меня нет психоматрицы пятерок смерк восьмерк знаете смотрите у кого чего нет да мы рассматриваем на курсе потому что на самом деле и пятерки и семерки и восьмерки качество которым отвечают эти знаки они есть галина просто вам неудобно этими качествами пользоваться вот поэтому ваши психоматрица да я там психоматрицы ставлю плюс вот у меня нет четверки вот она смотрите четверки нет но качество которое она обозначает есть вам просто неудобно этим пользоваться у меня три девятки это здорово вот давайте мы возьмем какую-то дату рождения напишите пожалуйста кто сделал заказ напишите я я я кто сделал заказ я я я напишите кто заказ сделал все отлично так вот светлана вагнер да она заказ делала давайте мы как раз рассмотрим ее дату рождения светлана родилась 22 числа 22 числа октября месяца 1979 год 1979 год я сейчас прошу ничего в чат не писать чтобы не убегала итак первый шаг смотри смотрим смотрим на дату рождения в дате рождения нет нулей которые можно убрать да и дата рождения не изменится если мы уберем нолик у светланы то у нас изменится месяц был октябрь станет декабрь да вернее станет январь теперь мы берем эту дату рождения эти цифры и складываем 2 плюс 2 плюс 1 плюс 0 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 9 у нас получается я прошу не писать пока ничего в чат чтобы не убегала 4 5 6 15 плюс 7 22 плюс 9 31 итак первая цифра первое дополнительное число 31 второе дополнительное число мы берем первое дополнительное число 31 3 плюс 1 равняется 4 это будет второе дополнительное число теперь третье дополнительное число Объясняю, это самое сложное, но сделать это все очень просто. Мы берем первую цифру даты рождения. У Светланы первая цифра даты рождения это двойка. Умножаем на 2. Все умножают на 2. То есть это просто такой множитель. Мы берем первую цифру даты рождения, не число 22, а первую цифру. И то, что у нас получилось, вычитаем из первого дополнительного числа. Первое дополнительное число у Светланы 31, минус 2 умножить на 2, 31 минус 4, получается 27. Это будет третье дополнительное число. Теперь мы берем третье дополнительное число и складываем цифры третьего дополнительного числа. 2 плюс 7, мы получаем 9. Вот у нас получилось два ряда цифр. 22, 10, 1979 и второй ряд чисел это 31, 4, 27, 9. Вот два ряда чисел. А теперь давайте эти числа разбросаем по психоматрице. Единички к единичкам. У нас смотрите, три единички. Три единички это золотой характер. Что такое золотой характер? Золотой характер это когда человек может в определенной ситуации вести себя настойчиво, решительно, активно, по-мужски, как говорят. А в определенную ситуацию может вести себя мягко, попросить. Помните, я вам говорил, кто умеет просить? Светлана говорит, я, я, я. Вам легко просить? Легко. Это вот за счет как раз золотого характера, да, такого гибких характера, три единицы. Четверок. У Светланы четверок одна. Четверка. И семерок. Семерки у Светланы две. Две семерки. Вот. Вот так мы сделали первый ряд чисел. Теперь смотрим второй ряд чисел. Сколько у Светланы двоят? Раз, два, три. Три двойки, да. Двойки это у нас коммуникабельность, да. То есть это три двойки это такой человек, у которого широкая душа, да, такая. Тепла хватит на всех, да, с ней рядом тепло. Некоторые мужчины особенно. Но, правда, бывают такие в жизни периоды, да, когда хочется спрятаться в домик, чтобы тебя никто не трогал. Ну, как, знаете, как у женщин критические дни, да. Вот в этот момент не хочется никого видеть, никого слышать, да. Я называю это. Это я в домике. Вот такая вот особенность характера у давности Светланы. Теперь, сколько пятерок мы смотрим? Пятерок нет. Я пятерок не вижу. Ставим плюс. Вот. Пятерка, вот если вы слышали про любовь, что важнее в любви, да, когда тебя любят или когда ты любишь, да. То есть, смотрите, в любви. Любовь это красное. Когда тебя любят, это будет алая, а когда ты любишь, это будет бордовая. Так вот, люди, у которых пятерок нет, пятерка плюс, да, им важнее, чтобы их любили. Теперь дальше смотрим восьмерок. Восьмерок у Светланы нет. Нет восьмерок. Вот у нас получился второй ряд, да. Три двойки, пятерок нет, восьмерок нет. Теперь третий ряд смотрим. Сколько троек у Светланы? Одна тройка. Сколько шестерок? Нет шестерок. И сколько девяток? Две девятки, три девятки. Вот такая получается психоматрица. Светлана, ответьте, пожалуйста, у вас так получилось? Да, нет. Нет. Да, нет. Да. Все. Значит, мы правильно все сделали. Теперь давайте посмотрим, насколько Светлана женственная. Смотрим треугольник. 1, 8, 6. Три цифры. Вот это вот идеал женственности. Почему? Помните, мы с вами говорили, я вам рассказывал о том, что если цифра 3, то человек может проявлять себя жестко, а может проявлять себя мягко. И получается такой гибкий характер, да, вот мы с вами говорили про 3 единицы у Светланы. И здесь получается такое идеальное сочетание, да, для того, чтобы в личных отношениях быть женственной, да, а в деловых отношениях быть мужественной, да, то есть ответственной. Ну, это мы говорим сейчас только про женственность и ответственность, да. То есть вот такая идеальная данность, да, вот для того, чтобы добиваться успеха как в личных отношениях, так и в деловых отношениях. Это с точки зрения ответственности. Вот такая. Светочка Ангел. Нет, Светочка не Ангел. Светочка яснознающая. Ну, вот 3 девятки, да, это качество, которое в нумерологии называется яснознание. Вот. Если 3 девятки, то у человека такое, знаете, качество есть, как бы прямая связь с информационным пространством. Вот такие люди очень часто знают, что будут. Они часто путают свое качество, вот это вот яснознание с интуицией. Ну, просто люди, у которых сильная интуиция, они чувствуют, что будут. А сильное, если качество яснознания, они знают, что будут. И поэтому я думаю, что Светлане очень неинтересно с мужчиной, потому что по первым словам, по первым действиям Светлана уже знает, что дальше будет, а это уже неинтересно. Я правильно сказал, Светлана? Светлана, я правильно сказал про ваше яснознание? Что бы я Светлане порекомендовал? Что бы я Светлане порекомендовал? Значит, самое первое и самое главное, да, это такие люди по своей данности, они к отношениям относятся как к чему-то естественному. Смотрите, во-первых, женщина, да, во-вторых, вот восьмерка плюс, да, вот, а восьмерка у нас отвечает за общительность, за умение выстраивать отношения. И очень часто такие люди к отношениям относятся как к чему-то естественному, само собой разумеющимся. И поэтому у них такой менталитет. Но если отношения получаются, да, это хорошо. Если не получается, мы будем искать другие отношения. И поэтому часто такие люди, они, ну, особенно в детстве, да, как бы, они не дорожат, например, там, подругами, да, потому что, ну, поссорюсь, я другую найду, да, вот. А это не всегда приносит радость жизни, да, постоянно, там, менять подруг, друзей, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, мое время подходит к концу, подходит к концу. Огромная вам благодарность, огромная вам благодарность за ваше внимание, вот, за ваши вопросы, за вашу активность. Вот. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас полезной. И для меня это очень важно. Поставьте, пожалуйста, десятку в чат, если наша встреча была ценной. И поставьте единицу, если вы зря потратили время. Потому что надежда и ее команда тратят очень много времени для того, чтобы организовать вот такие, найти полезных людей, да, организовать, сообщить вам. И поэтому я всегда отношусь к таким людям с огромной благодарностью, да, с восхищением. Спасибо, Надежда, вам огромное за предоставленную возможность. И вот я всегда стараюсь сделать так, чтобы участники, которые приходят на наши встречи, они получали ценную информацию. Вот. Я стараюсь и выкладываюсь на все 100%, за что меня Ирина Иноградова часто ругает. Вот. Так вот, если вы придете на наш курс, курс психоматрица для женского счастья, мы будем этот курс проводить впервые. Я постараюсь выложиться на 100 с лишним процентов для того, чтобы вы получили не только ценную информацию, но и ценные умения и научились создавать ценности с помощью нейрологии. И тогда вы сможете давать не только себе рекомендации, но и своим подругам, своим друзьям, что необходимо учитывать для того, чтобы отношения между мужчинами и женщинами улучшались. Всего вам хорошего, удачи и привет вашим детям. До свидания. За полезные данные, которые можно использовать и применять. И, конечно, продлить это прекрасное общение вы уже сможете с Валерием уже прямо на курсе. Хочу напомнить, что вас ждет огромное количество подарков. Сейчас постараюсь открыть слайд. Вы можете пройти по ссылочке и увидеть, что же там такого интересного приготовил для вас Владимир. Два месяца где-то не выступал или больше даже, я вот прослушала. И, конечно же, подскажите, пожалуйста, как меня слышно, хорошо ли меня слышно, насколько комфортен уровень звука. Действительно, очень ценная, полезная информация. И сегодня вы можете воспользоваться чудесными предложениями Валерия Вантера. Знаете, сначала шла у меня музыка, заставка, и я обратила внимание, что как слово зима, да, на английском как-то совпадает с фамилией Валерия. И действительно, вы сможете получать ярчайшие события в своей жизни благодаря тому, что, потому что цифры действительно правят миром, и благодаря тем умениям, которыми владеет Валерия, вы уже сможете получить для себя очень ценные реализации. Так, что же я хотела, почему-то я не могу в этой презентации, может, это не та презентация, тоже. Хочу найти для вас, чтобы вы увидели, какие бонусы. Вообще, можете пройти по ссылочке, и там, я думаю, что обязательно есть те прекрасные бонусы, которые сегодня предлагаются. это консультация Владимира Вантера, извиняюсь, Валерия Вантера, владелец мира, тоже бы подошла очень, наверное, Валерия, да, я сама Валерьевна. И благодаря консультации вы можете получить очень ценные знания, вот как сегодня показывали на слайде, отзыв одной клиентки после консультации, мне очень понравился, действительно, если вы хотите получить столько ответов на давно мучившие вопросы, а ведь если какие-то вопросы мучают наше сознание, то на это тратится огромное количество энергии. И, конечно, любимые, сейчас оставайтесь с нами, потому что нас ждет очень интересное продолжение вечера. И если вы хотите получить эти ответы, причем достоверные, математически точные, то, конечно, пользуйтесь этим суперпредложением. Консультация стоит обычно 10 тысяч рублей, а сегодня, приобретая курс, вы получите консультацию. Курс, про который сегодня Валерий нам рассказывал, еще один бонус, консультация, где вы сможете по дате рождения определить наиболее подходящего партнера, по-моему, или что-то еще в этом. То есть, самые ценные, самые ценные знания для вас собрали самые цимусы, кроме всего прочего, это сертификационная программа, где вы сможете получить свои сертификаты. Значит, потом применять эти знания во благо себе, во благо другим и получать огромные бонусы уже от вселенной за то, что вы делаете. Хотели бы вы так красиво и красочно рассказывать, как Валерий Вантер, консультировать, так много времени, видите, это не занимает, это не сложно, когда вы уже освоите этот процесс, действительно, очень красиво и интересно. Вот тема индивидуальной консультации, я и деньги, я и слава, я и власть, я и здоровье, я и жизнь. И, конечно, можно, наверное, любую тему затронуть вот по курсу. Это второй пакет, входят 10 занятий, те же, что входят и в первый пакет, только прибавляется еще, прибавляется еще обратная связь автора курса по заданиям и плюс мастер, группа 2 месяца. И, конечно, все бонусы, которые были описаны, будут вам, если вы успеете быстро прямо сейчас сделать заказ по такой цене и оплатить в течение суток, конечно, вы получите супер бонусы от самого автора курса. Как использовать психо, матрицу для себя. Это тариф знания, что делать, когда нет в том числе способности или, допустим, мужчины идти, техника просьбы, мои желания не нравятся, техника дипломатии, меня не любят, техника восьми языков любви. Если кому-то изменяют, то техника лекарства от измены. Если такое есть утверждение, как я никому не нужна у кого-то, то техника смертного греха. Если они красивые, то техника десяти пальцев. Если есть желание многих мужчин, то это техника верности по собственному желанию. Если же хочется независимости, то техника любимого дела как раз для вас подойдет. Если вы считаете, что у вас не получается, то техника круг влияния. И все это в интернет курсе психоматрица для женского счастья. Кроме того, что Валерий Вантер лучший нумеролог страны, Валерий еще и неолог. И это очень интересно дополняет все знания по нумерологии, которые вы сможете получить прямо уже на курсе. А сейчас буквально одну минуточку я хочу вам представить нашего следующего выступающего. Может быть вы уже знакомы. Мы будем говорить сегодня о состоянии легкости и удовольствии, которое приносит нам гармоничное здоровье. И конечно же с прекрасным мастером Радомиром Солнечным. Сегодня у нас в гостях прекрасный мастер Радомир Солнечный. И мы будем говорить о здоровье, гармоничном здоровье. И конечно же состояние легкости и удовольствия приносит нам гармоничное здоровье. Может быть кто-то уже из вас знаком с Радомиром Солнечным. Можете поставить свои знаки внимания, любви Радомиру. Вы узнаете сегодня как выполнить миссию по своему здоровью. Каким образом энергетические процессы идущие в ваших телах становятся осознанностью. Как ваш гармоничный результат здоровья меняет вашу законодательную базу. почему меняется ваша рефлексорика в телах. Какие модели вашего поведения будут изменяться. Почему надо делать ставку на процесс а не на результат. Что делать когда к вам приходит ваше предназначение. Узнаете также с каких двух позиций человек принимает решение в своей жизни. Поймете почему человеку не нужно эмоционально цепляться за свое здоровье. а также вам будут даваться разные биотехнологии по здоровью которые вы освоите на практике и узнаете какая энергия дает вам развитие и путь в неизвестное здоровье. Зачем человеку отказываться от своего прошлого и принимать новое. Поймете куда идет человек если у него есть возможность перейти с одного кармического узла на другой и реально разберетесь сколько будет служить вам ваше здоровье. И конечно же получите в конце возможность пройти диагностику Радамира Солнечного в прямом эфире целителя парапсихолога руководителя Санкт-Петербургской школы Веда Радамира Солнечного прошу встречать бурными аплодисментами если вы уже готовы то я передаю Радамиру возможность говорить никогда не поздно пройти по ссылочке и стать успешными и счастливыми это написала нам Ирина Виноградова и встречаем нашего мастера бурными аплодисментами и Радамир я передаю вам возможность говорить любимые желаю вам быть активными и всех приветствую сегодняшним днем сегодня у нас понедельник день веселый я хочу вам представить новую тему для кого-то может быть и старенькая это тема здоровья постарайтесь сейчас настроиться на серьезную работу именно с собой благодарю вас надежда за представление спасибо